МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Турции в 2016 году американский пастор Эндрю Брансон в пятницу был освобожден. Армяне Константинополя после долгих судебных разбирательств получили обратно свое владение. Старая армянская церковь в Дерсиме на грани обрушения. В Джуде разрушена природа. Мероприятия 17-го саммита франкофония завершились в Ереване. В дни саммита площадь свободы в городе превратилась в городок с павильонами разных стран. Помимо бизнес-форумов, концертов и выставок, на саммите состоялось избрание нового генерального секретаря франкофонии. Ею стал Луис Мушики-Ваба. Она останется во главе организации четыре года. Армения будет возглавлять организацию в течение двух лет. Она взяла на себя инициативу в развитии образования, поддержке культуры и развития экономики. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сегодня, 13 октября, посетил мемориальный комплекс с жертвами геноцида армян Цицернака Берт в Ереване. Джастину Трюдо сопровождали министры иностранных дел Армении Зограб Манацаканян, вице-мэр Еревана Каму Ареян, посол Армении в Канаде Ливон Мартиросян. Канадский премьер возложил венок к мемориалу и цветы к вечному огню, увековечивающему память невинных жертв геноцида армян в Османской империи 1915 года. Затем Джастин Трюдо посетил музей-институт геноцида армян, оставив запись в книге почетных гостей на английском и французском языках. Американский пастор Эндрю Брансон приговорен судом к лишению свободы сроком на 3 года, 1 месяц и 15 дней. В четвертый раз предстал перед судом из мира. Суд отменил решение о домашнем аресте и запрет на выезд за границу для Брансона. Таким образом, проведший в тюрьме примерно 3 года Брансон был освобожден. Ранее в прессе распространились слухи, что Анкара и Вашингтон согласились освободить американского священника и отменить санкции США против Турции. Однако официальный представитель Госдепартамента США Хайнер Нойер опроверг эти утверждения. Брансон и его жена, руководители христианской церкви в Измире, были задержаны по обвинению в нарушении миграционного законодательства, а позднее были обвинены в пособничестве террористическим организациям ФЕТО и РКК. Адвокат Брансона сказал, что они не согласны с приговором и собираются его обжаловать. После долгих судебных тяж по армянской общине была возвращена земля в районе Башикташ, ранее принадлежавшая армянской общине, но конфискованная государством. По данным армянских журналистов Полюса, Хайтерт удалось вернуть землю, в частности, в фонд армянской церкви района Бояглу. По гос. Танайоглу сообщил СМИ, что государственные органы уже предоставили им земельные сертификаты. Ранее фонду был возвращен старый армянский театр имени Токталяна на проспекте Истекляль после продолжительной борьбы. Древняя армянская церковь в районе Дерсима, расположенная в районе Мизерт, находится на грани разрушения. Местные жители предупреждают, что церковь нуждается в немедленном ремонте, иначе она будет разрушена, сообщает demokrataber.org. Согласно источнику, церковь известна среди людей как церковь Гилбага. Глава региона Махмуд Текин-Тюрк сказал, что они провели переговоры с властями Турции и Армении о восстановлении церкви. В 2016 году группа армянских экспертов прибыла из Армении и измерила церковь. По его словам, обещания были даны с обеих сторон, но они не сбылись. В горах Шарнак-Джуди, где горнодобывающая деятельность ведется много лет, природа разрушается. Из-за горнодобывающей деятельности два пика находятся на грани исчезновения, а горнодобывающая деятельность в Сильванском районе привела к разрушению прилегающей территории горы Джуди и лесов. Каждый год в результате военных действий вспыхивают пожары, которые в свою очередь разрушают леса около двух пиков Джуди. С 2008 года тысячи деревьев были вырублены в результате решения горнодобывающей деятельности. Ежедневное негативное воздействие на жителей окрестных деревень оказывается при взрывах в карьерах, отчего в окрестностях всегда пыль и грязь. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию выступление ансамбля «Маратук». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА